E34 всегда была лакомым объектом для тюнинг-контор. Поэтому еще в момент ее производства сторонние компании создавали таких монстров на базе этого кузова, что характеристики самой мощной серийной модификации M5 просто меркли. Напомню, что M5 в первой своей эпостасе оснащалась рядной шестеркой на 3,6 литра и выдавала 315 сил, обеспечивая размен сотни в 1988 всего за 6,3 секунды. Рестайлинговая M5 появилась в 1991 и баловала 3,8 литровым мотором на 340 сил. Разменивала же она сотню за 5,9 секунды. Вокруг E34 среди тюнинг-ателье царил настоящий ажиотаж. Сторонние конторы предлагали ну просто великое разнообразие доработок, дабы сделать E34, как говорится, быстрее, выше, сильнее. Вот, к примеру, безумный проект от компании Hardge. Заморачиваться с доработкой рядной шестерки, дабы конкурировать с M5, они не стали, а просто-напросто взяли и установили под капот E34 12-цилиндровый мотор от великой и ужасной 750i в кузове E32 с минимум доработок. Среди которых перепрограммированный блок управления и выхлоп. Отдача скакнула с 300 до 326 сил. Что в содружестве, кстати, с механической пятиступенчатой коробкой, во времена хита Fascination Street, а именно в 89-м, очень и очень неплохо. Удивляет даже то, что масса у M5 и этого проекта одинаковая. Размен сотни по тестам занимал 6,3 секунды. Больший момент ощущался на более высоких скоростях. Так, четверть мили машина проходила за 14,1 секунды, несколько быстрее, чем M5, и максималка достигала 257 км в час. Интерьер щеголял дополнительными тремя приборами на центральной консоли, спортрулем и креслами. Круто, но это отнюдь не предел E34. Все, о чем я расскажу далее, это безумие. И информации по этому безумному творению в сети катастрофически мало. Оказывается, существовала еще более злая версия E34 на V12 M70 от Хардге. Точная дата появления на свет неизвестна, но есть информация, что это промежуток от 89-го до середины 90-х годов. Так вот, оказывается, спецы Хардге изрядно перетряхнули мотор M70, взрастив его объем до 6 литров. Поработали над прошивкой и выпуском, а также, скорее всего, покопались и в головках блока. Мощность в прямом смысле скакнула с 300 до 480 сил, а момент теперь составлял грузовикоподобные 620 ньютон-метров. Все это состыковывалось, опять же, с механической КПП. Сказать, что машина ехала, ничего не сказать. Из всего мизера информации в сети известно, что до сотни такая пятерка катапультировалась за 4,6 секунды, а бешеннейший потенциал V12 раскрывался далее. Ураганная динамика ощущалась и до 200 км в час. До них с места машина ускорялась за 13 секунд. Выходит, что 1200 было в районе 8,4 секунды. К примеру, почти современная BMW M4 делает это упражнение за 9,4 секунды, а 612-сильный современный монстр E63 AMGS за 8,1 секунды. Что уж говорить о моделях тех лет. Ну, чтобы вам было ясно, например, M5 на 340 сил в 34-м кузове разгонялась до 200 за 21,1 секунды, а 1200 у нее было в районе 15,4 секунды. Дикая Ламба Диабло ехала в 1200 за 9,3 секунды. В общем, монстр от Хартге не плашал и на шоссе. Его максималка составляла чудовищные 324 км в час. Безумие. Ну, а в современности 34-й тюнингует еще жестче. Ну, как в современности? Уже в далеком 2004-м году, что аж 20 лет назад. В общем, ребята из конторы VS Motor взяли и раскочегарили 3,8-литровый мотор S38 от M5. За счет доработки головки блока, нового впуска и выпуска, поршневой, крутой системы охлаждения и, конечно же, гигантской турбины, подняли мощность рядной шестерки с 340 до 1129 лошадиных сил. Просто сумасбродная циферка. Сумасбродным кажется и прохождение четверть миль с места. Такая Е34 показала результат в 8,83 секунды. Между прочим, 1500-сильная Bugatti Chiron, которая появилась аж на 12 лет позже этого проекта, проходит четверть миля за 9,4 секунды. Сто двести у этой Бэхи, скорее всего, быстрее трех секунд. Ну, а вот вам еще один проект на базе М5 Е34 почти по той же схеме. М5 упакована гигантской турбиной. За счет последней, внимание, с колес было снято аж 900 лошадиных сил. С маховика же, думается, свыше тысячи сил. Как итог, вот схватка М-ки с тысяча односильной культовой Bugatti Veyron. Результат очевиден. Старая М5 уходит от нее просто играючи. Что же говорить, 34-я на моторах М50 и С38 просто идеальная заготовка для тюнинга и снятия умопомрачительных мощностей. После чего они начинают ехать быстрее лютейших гиперкаров с четырьмя турбинами. Ну, а если хотите еще про тюнинг старых тачек, жду от вас как можно больше лайков и комментариев. Также посмотрите этот ролик еще раз от начала до конца, тем самым вы поможете его продвижению.